Работа по асфальтированию дворов в городе продолжается. В своей очереди дождались и жильцы дома номер 20 по улице Ташкентской. В плачевном состоянии тут был и сам двор, и подъездные пути к нему. Теперь картина меняется на глазах. Оценить качество работ приехал глава администрации Александр Кузьмичев и депутат регионального парламента Ирина Сидорина. Дома эти поставлены в 1964 году, и с тех пор, ну, часть домов, и с тех пор, конечно же, благоустройство комплексное дворов не проводилось. Поэтому жители этим обеспокоены. Конечно, никому неприятно ходить по лужам. Хочется, чтобы тротуары были ровными, чтобы они вообще просто были, эти тротуары. В этом году будет заасфальтировано 200 дворов областного центра. Примерно в 50 из них работы уже завершены. Самый разгар придется на июль. Впрочем, это тот случай, когда качество важнее количества. Контролирует подрядчика и администрация, и сами жители. Чтобы подрядчики выполняли все в соответствии с технологией. И, во-вторых, делали уклоны. Для того, чтобы вода не застаивалась. Вот здесь мы осмотрели часть прилегающих дворовых территорий. Тоже принято решение, значит, произвести ремонтную работу на этой территории. Для того, чтобы в целом весь двор соответствовал нормальным состояниям. Гарантийный срок на новый асфальт во дворе – 3 года. В случае выявления дефектов устранить их подрядчик должен за свой счет. Так что, если новый асфальт дал трещину или, напротив, собирает огромные лужи, это повод обратиться с жалобой в мэрию.